Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Мы начинаем наш базовый обозревательный тренинг по массажу, как за два дня получить высокодоходную профессию. Это, конечно, условно за два дня, но вы получите именно те навыки, с которыми сможете непосредственно сразу вступать в работу, уже буквально в понедельник, вторник. И, дополнительно, у нас есть еще третий день, это веб-день, когда мы будем изучать всякие, ну, хотим только, чтобы будете понимать, всякие там бамбуковые техники, медовые, мануальные терапии, точки. Я у вас, поскольку сегодня у нас мало человек, да, поэтому я хочу спросить. У меня массаж свой собственный, авторский, основан на классической школе русской, я уже говорил, да. Все остальное, как бы, ну, внедрено, поскольку это приносит максимальную пользу, и это отработано именно из практики. Все мои знания будут из практики. Понимаем, где как нажать, где точечное воздействие, где такое широкое, массивное воздействие на мышце, где мануальное воздействие. Это все, как бы, в процессе настолько смешно, что сейчас мне тяжело это разделить на архивные функции. Вот именно так, как я вам представил, в регламенте, да, на три дня. Поэтому я хочу вас спросить, а может быть, мы подавать сразу все вместе, да, вот как мы будем воздействовать по участку, там, спиномойку, да. Или все-таки будем потихонечку разбирать на соседке, как мы будем делать. Ну, давайте, ладно, походу разберемся, потому что каждая наша следующая техника отработана, она будет, как бы, все лучше, все подробнее. Вмедряться в тело человека, в его проблемы. А сейчас я вам расскажу вообще, что мир массажа достаточно обширен. И даже те, кто его не знают, ну, не учились, они все равно что-то используют. Изначально массажные движения, когда-то там, пятка, что-то давно будет, начинали появляться из того, что человек чисто интуитивно начинал что-то там тереть в шипе на место, или там, не спи, когда голова болит, да, ну, мы все сами это делаем. Даже кошки делают массаж и друг другу, и людям, лапками, которые углаживают. Ну, вы знаете, да, лечебное воздействие кошек на человека, они ложатся на больное место за счет того, что у них энергетика противоположная, ну, как сказать, что у человека позитивная, у них негативная. И вот позитивный-негатив, она отценивает на себя, получается, наш негатив, который у нас. И, соответственно, вот на этой полярности получается воздействие лечебное. Кроме того, у нас у всех дома, у кого-нибудь что-нибудь, наверняка, есть. Или какие-нибудь там шарики массажные, иногда их продают, кстати, как это, для белья, что-то на суде, или... Вообще, можно и для ног их использовать, и для рук, и мостик массажер тоже можно использовать для согрева собственного... собственного... собственного штатуры пальцев. Опять же, у них бывает разного вида совершенно. И побольше, и поменьше, и поострее. Мне все знакомы вот с таким средством, например, да? Но люди обычно не знали, как он использует это. Обычно на гостях что-нибудь там делаю. Гостик, а-а-а-а, приседают. И все, и дальше этого воздействия не идет. На самом деле, это тоже уникальный массажер. Там, в Китае его назвали скальпельный массажер, мурашка. Между прочим, вот их в Китае изобрели. Ну, технология-то очень простая, да, проволочки прицепить. А у меня друг взял, на этом заработал 8 миллионов. Дело в том, что в Германии про эти штуки не знали. Он их туда запустил в продажу, ну, огромную партию. И еще на упаковке нарисовал, продал упаковку как рекламное место для какой-то другой компании. То есть, представляете, за один раз на этой партии на этом тоже можно заработать. Далее, вот эти вот игольчатые всякие коврики такие вот бывают. Это коврик Рибко, знаете, да? Есть возможные аппликаторы Кузнецова и там другие всякие техники. Сейчас наиболее продвинутое это Либко, подробно не буду рассказывать. У нас проходит лекция, целый день обычно идет по поводу, как вот этих средств коврики там есть, расчески специальные. Напульсники даже с иголочками. Дело в том, что они сделаны из разного металла и чередуются. Между ними происходит электромагнета индукция. Тело человека замыкает этот контур. И между каждым другим проходит такой прострел, который оказывает лечебное воздействие буквально за 5-10 минут. Даже на ту же поясницу. На радикулит даже можно воздействовать. На стопы. Я их даже руками становлюсь, ногами становлюсь. Вот этот коврик одеваю на голову. Уши обязательно промассирую. То есть, я думаю, его тоже обязательно использую. Весь этот арсенал, для того, чтобы вы могли повысить и свою профессиональность, и отклик от своего пациента, чтобы, ну, грубо говоря, больше заплатить. Потому что вы понимаете, что у вас арсенал растет, и вы дополнительно можете на этом заработать. Например, пока иногда мы массируем человека, можно ему предложить вот такие ушные свечи. Он уже лежит голову на бок. Знаете, да, что такое с накушной свечей? Вот, это они по пару. И уже буквально там, ну, 150 рублей уже можно откликнуть. Рекландиста заработает. Пока он лежит, свеча работает где-то минуты 3 примерно сгорает. За это время образуется турбулентный поток теплый, который растворяет эту тушную седу. Она поднимается вверху и здесь осаждается. Все это наглядно видно. Человеку очень удобно это показать. Он сразу видит результат. Зарабатывает массажист тот больше, который сразу может привести к какому-то результату. Мы понимаем, что он временный. Мы понимаем, что надо вообще-то несколько сеансов делать. Как правило, курсы длятся, ну, кто-то говорит, там 7 сеансов. Ну, обычно от 10 рекомендую до 20. Во-первых, это модульный доходов. Во-вторых, это гарантия для человека, что он действительно закрепит этот результат. Часто, особенно мануальная терапия, она не дает долговременный результат, потому что мышечный корсеток у человека остается прежним. Он пошел, опять сел неправильно, опять где-то там, особенно, я не знаю, как эти программисты сидят, они на стуле так сползают, горбятся, у них спина вообще круглая. Как так можно сидеть? Это же просто практическое, причем мышцы-то расслабленные, практическое выпадение позвонков наружу идет, особенно это поясница. У них у всех, кто работает за рулем, сидящий образ жизни, там, за компьютером, всегда это огромный риск болезни в области малого таза. Это и половая система, это и костная система, крестец, также вот этот вот треугольничек у нас, который между двух пугукопий, он тоже съезжает настолько, что даже, даже ноги у человека могут быть раз на длинном итоге. У меня был клиент, на два сантиметра реально поправил ногу, а он ходит, подкладывает по ботинок себе, там, какую-то резиночку, чтобы под спятку, и брюк все время вышивает, потому что разгразные ноги, а все из-за этого таза. Вообще из-за этого костца происходят все основные проблемы. То, как мы все так расположены, что они тянутся от наших костей, либо конечницам снизу, либо сверху вниз. И можно, конечно, от плеча пойти, да, вот правильно, хорошо, если сели ровненько, пока слушаете, уже исправляетесь. Может, проблема пойти от плеча, например, да, там, где-то перекосить, по триггерным точкам передается вот это вот натяжение, и даже, вот, кстати, нервы, они идут, пересеченные от левого плеча к правой пятке, от правого плеча к левой пятке. На самом деле, не от плеча, на самом деле, от мозга, просто там такой стекающий делается, нервного вот этого узла. И, на самом деле, от крестца, и вот про крестец, еще потом будем говорить, когда придем к нормальной технике, от него мы зарождались, как люди, от него начинали, примерно, из области кубка, где вы были, нижней части железа, начинали у нас клетки рождаться, когда становился человек в форму зародыша, и так далее. И оттуда же начинает расти весь наш костный скелет, костный каркас, на котором мы живем. Соответственно, от крестца идут как погрешности и в ноги, и по всему позвоночнику, и в руки. Понимаете, да? Теперь вернемся к тому, как мы можем делать массаж. Вот даже расческа. Она, так называется, массажная. Она имеет такие вот кругленькие, да, массажные завитки. Но тоже не только для головы ее можно использовать. Также можно натирать тело для быстрого разогрева. Если хотите, мы с вами попробуем. Это безболезная процедура, они очень мягкие. Специальные такие, пластмассовые, из мягкого пластика. Для себя мы также можем использовать и вот такие все возможные, да, массажеры. Но и не только для себя, и во время массажа. Иногда мы можем растереть спину или ноги, для того, чтобы быстрее разогреть человека. Не обязательно все делать вручную. Вообще, я на самом деле сторонник вручного массажа. Я этим, честно говоря, мало пользуюсь. Там, в отличие от моих напарников, они там что-то придумывают. Я сторонник именно пальцем, потому что пальцы, они приобретают большую чувствительность. Но со временем. Это у вас не получится сразу. Особенно у новичков. Сколько бы вы ни обучались, это не зависит от курсов и не зависит от преподавания. Это зависит просто от собственной практики. Ну, дальше вот можно, например, для релакс-массажа использовать все возможно вот такие вот перышки. Вот такие вот перышки. Там, для эротического массажа, например. Также вот эти вот штучки называются, не знаю, как они называются, а для антиселитного массажа. Обычно очень хорошо разогревают. И в то же время они с этой стороны тоже имеют массажную поверхность для своих собственных ладоней. Но у них такая уникальная форма, что я их использую, как роликовые коньки для своего ребенка. Реально, многие становятся и с большим приколом ездят по полу. Так что иногда я клиента пугаю. А сейчас будет разряд. Так, человек готов. Я его шумилю. В общем, люди в шоке. Но все радуются. Вот еще вот такие есть инструменты. Наверняка знаете, да? Вот этот наиболее продвинутая техника тоже из школы Рябко. Здесь они разного диаметра. Есть вот эти вот шарики. Побольше, поменьше. Здесь можете посмотреть. И даже для очень точечного массажа шиацу. И здесь есть магнитик. Специальный. Для того, чтобы проводить какая-то магнитная резонансная воздействие на человека. Но я, опять же, обычно заменяю это все своими собственными пальцами. Если у кого-то слабые кистевые суставы, да? Или там пальчики. Вы, может быть, долго не сможете, особенно в группах таких мужиков, особенно в перекачанных залах, воздействовать. Поэтому можно использовать вот такие вот. Для того, чтобы нажимать на конкретную точку. Ну, просто смотрите сами по себе. Насколько вам это удобно. Вы тоже можете к этому столу потом подходить и тоже все это использовать. Вот, опять же, вот эти вот грибыли, так называемые. Видели такие, да? Я на них правлю сам себе позвоночник. Исправил грыжу, да. Сюда укладываются на большие мышцы продольной спины. И здесь позвоночник. Здесь они начинают привисать на шпакат. Соответственно, вот эти мышцы, позвонки, они как бы вот так растягиваются локально на этом месте. Понимаете? И на таком даже я спал. По любому месту можно подложить позвоночник. И даже есть специальная карта, как под животы подкладывать. Кто хочет поострее, можно вот эти используют за расстояние. Может, так вот подкладывать. Йоги используют, ну, вы, может, видели, в клубах для йогов. Вот коврики и такие кирпичики лежат, пластиковые или какие-то там, не видели? Они побольше, чем вот это. Тоже для того, чтобы подкладывать под поясницу, чтобы растягивались. Потому что все у нас проблемы идут от того, что мы люди прямоходящие, вертикально настоящие. И, соответственно, никто не отменял гравитацию. Мы постоянно, всю жизнь компрессируем свой позвоночник. А особенно те, кто занимается спортом, балерины, легкие атлеты, которые бегают, у них хуже всего позвоночника. Это только кажется, что они укрепляются в ночный корсет. Это я потом тоже расскажу, в чем там обман состоит. На самом деле, они только его угрышают. Спрессовываются между позвонков вот эти диски позвонковые. И поэтому нам необходимо просто хотя бы раз в день, ну, кто как может, растягивать вот эти вот сегменты межпозвоночные. Сегменты, ну, понимаете, что? Два позвонка соседних, да? Мы перевернем показывали. Два позвонка, и между ними единственный позвоночник. Забегай немножко вперед, потом еще расскажу. Вот это назвать сегментом. Вот эти мышцы, которые его скрепляют в каждом другом сегменте, их надо расслаблять. Вот с помощью вот такого, например, средства. Средств много. Не только люди делают массаж руками. Они могут делать его еще через мед. Вот у меня две банки меда. Мы особенно попробуем. Попозже. Да, съедобный, да. Можно потом слизывать друг друга. Сделаем эротическую программу. Готовы? Кротики. Опять же нам помогают вот такие всякие банки. Они бывают силиконовые, они бывают там разные, резиновые. Бывают такие, которые там поджигают, и за счет вакуума там кожа начинает тягивать. Бывают такие, что там стоят ножики внутри, даже разрезают кожу, чтобы выделялась кровь, и она сюда наполняет эти баночки. Слышали про такое? Это замена гирудотерапии. Ну, в том, что не все любят пиявок. Например, гирудотерапия, это пиявки гируда. Гируди на них вырабатывают. А вот с помощью кровопускания, ну, у меня нет этих баночек, чтобы показать, получается лучший эффект. Вы не представляете, когда на спине вот эта банка висит, и туда идут с густкой крови, причем не такой реально красный, как обычно, пино показывают, да? А это черная кровь, густая, как сметана. Это даже не кровь. Это настолько наполненная шлаками, настолько она такая густая, грязная, что вот пока она не отсечет, человеку легче не станет. И действительно, когда уже поднимет красная кровь, просто паночка снимается. А у меня это маленький шипы, чтобы шла кровь. Представляете? Не представляете? Вот. Но этот метод мы, конечно, сейчас не будем использовать. Завтра? Завтра-плазливый? Нет, это не 0 в день. Не знаю, не знаю. Вот такие есть еще аппаратные методы воздействия. Ну, а их тоже очень много представлено на нашем рынке. Продаются даже в магазине с стиральными машинами. Есть такие, могу сказать. Сейчас, не знаю, включать, не включать. Ну, потом мы включим. Короче, он вибрирует, и он одновременно делает массаж кожечный. Очень хорошо проходится через всевозможные вот эти вот, плечи, видите, разгибается. Также можно использовать для дополнительных техник с людьми. Или вот такое вот устройство. Честно говоря, это вот такой сюрприз. Продавалось оно, знаете, как? Как средство для похудения. На самом деле, так оно и есть. Обстанавливается там вес человека, куда воздействует на какие жиры, там, подкожными или брюшными, там, на органах внутренней зажировой ткани. Но, я обнаружил, что он, оказывается, работает не только для похудения. Практически за счет вибраций он оперирует очень сильно. Мы все попробуем мощно. Можно дополнительно усилить воздействие после наших пластического массажа на человека, например, на его крестец тут же самый, на его, там, плечи, но на космосферную структуру. Плюс к этому, вот тут еще и прекрасный звучатель стоит, который прогревает до глубины 3-5 сантиметров тело человека. Да, оно еще не стоит прогрев. Вот. Конечно, всех инструментов я не смогу. Вот еще мы будем проходить. Бамбуковый массаж. Это такой кориольский массаж. Делается очень быстро за счет вибрации. На самом деле, это вибрационный массаж. Не креольский, а креольский. С острова Креолы. Где стройные креолки ходят. Помните такую песенку? А стройные креолицы им делают массаж. В основном я использую в качестве антисцеллюлитного массажа. Но можно и любую другую предупривающую программу сделать. Фокус в том, что за счет вибрации энергия проникает вниз, вглубь кожи, даже не кожи, мышц, глубинных мышц такой вот. Снаружи такой потрясающий эффект. Кожа остается прохладная, а внутри согревается. Мышцы согреваются, представляете? И то же самое можно сделать вот с такими вот вениками. Ну не то же самое, а гораздо больше всяких способов вещишек под действием. Такими вениками. Не только в бане, но и в другую себе. А есть специально у нас самурайские техники массажа, когда эти бойцы быстро восстанавливали себя. Во-первых, убирали негатив. И все.